Уважаемые зрители, в прошлых видео мы говорили, что YouTube отключил монетизацию и просили у вас помощи, и вы откликнулись. Мы очень вам благодарны, и если вы продолжите нам помогать дальше, мы сможем выпускать для вас ролики в обычном нашем режиме по 7-8 роликов в месяц. Плюс мы все так же, как и раньше, можем рисовать для сообщества картинки и комиксы. Спасибо вам всем! Хотя бы по 20 рублей в месяц от вас, как оказалось, могут помочь каналу удержаться на плаву. А если вы будете помогать через Donation Alerts и оставлять там свои сообщения, то мы будем упоминать вас в конце ролика. Галя Трушечкина. Квартирант. В тот вечер, когда я встретил мертвого друга, мы с компанией гуляли по заброшенной стройке. Здесь, говорят, года два назад были найдены тела пятерых студентов, поэтому власти оградили блочный остров здания высоким забором. И поставили будочку для вечно пьяного сторожа. Однако, за булькающую возможность оставаться пьяным еще одну ночь, сторож пропускал таких, как мы, желающих насладиться романтикой заброшенного здания и попугать девчонок. В здании, исписанном граффити от подвала до крыши, в каждом углу звенели бутылки, оставшиеся с предыдущих гулянок. Их подбирали местные бездомные, которых сторож так же исправно пропускал внутрь на ночлег. Кроме гуляющих студентов и бомжей, никто не заходил в это здание. Так мы считали. Костик, там человек сидит. Глаза Марины были испуганно распахнуты, на блузке беляли следы пыли. На чердаке, в углу. Бомж, наверное. Я отвернулся к темному окну и отхлебнул пиво. Это его дом, не мешай человеку отдыхать. А вдруг не бомж? Марина взяла меня за локоть, забрала бутылку и посмотрела в лицо. За страхом в ее глазах появилась привычная жесткость, и я начал злиться. Сходи посмотри, или мне попросить кого-нибудь еще. Ну что ты, зачем Мишу отвлекать? Воскликнул я. Уйдет, вернется, а вдруг пива не хватит? Не начинай, все знают, что ты его не любишь. Да, протянул я с издевкой. С чего бы это? Так ты сходишь? Еще жестче спросила Марина. Я кивнул. Только не удивляйся, если бомж мне будет милее вашей компании. Не удивлюсь, обронила она, отворачиваясь и отпивая из моей бутылки. Когда я поднимался по изрисованной лестнице на второй этаж, то едва удержался от того, чтобы разбить от стену мобильник, которым освещал себе путь. Марина моя девушка, и все знали, что она изменяла мне с Мишей, с которым мы еще недавно были лучшими друзьями. На чердаке было меньше граффити и бутылок, но больше пыли и какого-то тряпья. Сквозь дыры в крыше сочилась вода. Недавно шел дождь. Где-то сонно перекурлыкивались голуби, шелестело листьями, тощая береза, проросшая в пыли. Бездомного я заметил сразу. Он сидел на полу в дальнем, самом темном углу. Я видел его силуэт, линию плеч и взъерошенные короткие волосы. Надо же, значит Марина вовсе не хотела избавиться от меня. Ну раз так, можно и поговорить с этим парнем. Эй, привет! Я окликнул его, сделал шаг вперед и замер. Удивленно помотал головой. В углу никого не было. Я отчетливо видел куча пыли, прорастающую сквозь них траву. Но там же точно сидел человек. И я снова осмотрелся. Береза больше не шелестела, голуби замолчали. Пол чердака был скрипучим. Я бы точно услышал, если бы здесь кто-то ходил. Стояла тишина. Только вздыхал и бормотал о чем-то недостроенный дом. Я снова посмотрел в дальний угол. Что-то было неправильно. Я отчетливо видел, что там ничего нет. Но каждая клеточка тела говорила, что это не так. Я протер глаза. Ничего не изменилось. Я не видел, но чувствовал. Чувствовал в этом самом углу, сидит невысокий человек и смотрит прямо на меня. В жизни не верил в сифрах, естественно. И не боялся призраков. Полчаса спустя я сидел на полу в том самом дальнем углу. К этому моменту ощущение чужого присутствия стало почти привычным. А закрыв глаза, я мог даже почувствовать таинственного человека буквально в полуметре. Нащупать его не удавалось. Поговорить тоже. Но я откуда-то знал, что он не опасен. Или просто убедил себя в этом. Костя, ты чего там заснул? Позвал с лестницы один из друзей. Мы такси вызвали, ты с нами? Ага, крикнул я в ответ. Потом сказал призраку. Ну, ты тут не скучай. Почудился еле заметный кивок, и я поднялся. Общаться с призраком, конечно, интересно, но мир живых никуда деваться не спешил. В такси пиво начало отпускать, и мне стало смешно. Надо же, встретил призрака. И даже общался с ним. Такого я еще не вытворял. Хорошо, что еще свидетелей не было. Нервно хихикая, выбрался из такси и распрощался с друзьями. Марина поехала в другой машине. Вместе с Мишей, конечно же. Но я даже не злился на нее. Постепенно становилось все равно. Погрузившись в раздумья, я прошел сквозь грязный двор, в котором давешний призрак смотрелся бы еще гармоничнее. Так тут было мрачно и темно. Под ногами шуршали опавшие сентябрьские листья. Их цветное великолепие померкло без света. Я поднялся на лифте на свой этаж и какое-то время боролся со входной дверью. Всегда было подозрение, что однажды она просто откажется меня впускать. И тогда начнется великий квест по открыванию заевшей двери. Но пока обошлось. В квартире, как всегда, было тихо и пусто. Воздух до сих пор пах лекарствами. И запах этот не удавалось выветрить ни проветриванием, ни благовониями. Особенно силен он был в дальней от входа комнате, где провел последние месяцы жизни мой дедушка. Он умер год назад, пережив на 10 лет сына с невесткой. Дед один растил меня как мог, пока болезнь не начала пожирать его изнутри. Тогда уже я стал заботиться о нем. Сейчас его комната пустовала, и я не мог заставить себя ее обжить. Вторая комната тоже была почти нежилой. Я ее выделил под гулянки с друзьями, которые уже почти не заходили в гости в последние месяцы. На самом деле, я и работал, и спал, и отдыхал в одной комнате. Кухня, оплот холостяцкой жизни, была завалена едой быстрого приготовления и пустыми бутылками от пива. Следами моей депрессии, наступившей после смерти деда. Я снова ощутил на себе ее цепки лапа после измены Марина. Заварил себе чаю, взял книгу и зачем-то пошел в гостиную. Постоял, созерцая унылые коричневые шторы и старый телевизор, который я никак не мог выкинуть. Вдоль стен стоял пыльный продавленный диван. Я передумал на него садиться и решил вернуться к себе, но зачем-то повернул ручку и заглянул в комнату деда. Твою мать. Я резко захлопнул дверь и отскочил, глядя на ее белую поверхность с ужасом. Потом замотал головой и прошептал, нет, ну быть же не может. С минут умерил шагами комнату и пытался собраться с мыслями. Происходящее оказалось то ли сном, то ли белой горячкой. Но я же не настолько пьян. Посередине пустой комнаты на полу сидел мой знакомый призрак. Я дождался рассвета, почему-то казалось, что так будет безопаснее. Сейчас на окончательно трезвую голову призрак уже не виделся закадычным другом. Вспомнились все просмотренные фильмы ужасов, в которых попытки выгнать призрака из дома заканчивались не лучшим образом. Но что делать? Я робко постучался в дверь, потом опомнился. Это же мой дом. Открыл. Он сидел на том же месте. Его по-прежнему не было видно, но разум отчетливо знал, что этот призрачный парень сидит в позе лотоса и что одет он в рубашку и джинсы. «Эх, привет!» – нерешительно сказал я. Странное чувство испытываешь, затевая разговор с пустым местом. Призрак поднял невидимую голову, посмотрел на меня и кивнул. Я продолжил смелее. «Я, конечно, польщен, что ты пришел в гости. Правда, я тебя не приглашал. Я вообще не уверен, что ты существуешь». В воздухе повисла призрачная улыбка, как у чеширского кота. Я невольно улыбнулся в ответ и присел рядом. «Тебе, наверное, не нравилось там, на стройке? Лично я не хотел бы там жить». Призрак беспомощно повел плечами, потом обхватил себя руками. Мне стало его жалко. «В конце концов, я же ничего не теряю». «Знаешь, тихо говорю, у меня тут две комнаты нежилые. Я сюда почти не захожу, так что можешь остаться, если ты не какой-нибудь демон или полтергист». Я почувствовал на себе удивленный взгляд. «В смысле, я замялся. Если ты устроишься в гостиной, я не буду возражать. Мне здесь немного одиноко, а с живыми людьми как-то не ладится. Останешься?» Призрак закивал, а я почувствовал гордость. Ведь наверняка он собирался тут остаться даже против моей воли. А теперь он как бы приглашал, и можно даже ставить условия. «В общем, я поднялся и стал отряхиваться от пыли. С тебя тишина и покой. Работать не мешать, ночами не вздыхать, гостей не пугать. Вещи не прятать. Я бы с тебя и половину квартплаты потребовал, но чего нет, того нет». С того утра в моей гостиной поселился невидимый квартирант. Он был дружелюбенно незаметен, а в каком-то смысле и полезен. В доме стали реже теряться вещи. Прекратила заедать дверь и подгорать еда. Сосед-подросток тише слушал музыку, а когда соседи сверху устроили потоп, то вода обошла мою квартиру стороной. Дух лекарств бесследно исчез, сменившись слабым запахом старого дома. Сырости, плесень и штукатурки. Но мне всегда нравились эти запахи. Почти сразу стало стыдно перед новым знакомым за бардак в доме. Я выкинул весь мусор и старый телевизор, вымыл полы и поменял шторы в гостиной на бамбуковые занавески. Призраку нравилось их перебирать с негромким шуршанием. Я всегда знал, что в доме не один. Иногда вещи все же пропадали. Квартиранту очень приглянулся брелок-бубенчик на моих ключах, и вскоре я его лишился. Зато иногда я слышал, как он катается из угла в угол в гостиной. Однажды это заметили гости, и потом долго убеждали вынести им кошку, что играет в другой комнате. Еще стали пропадать книги. Они исчезали на пару дней, а потом появлялись на том же месте с загнутыми уголками страниц. Я стал покупать новые книги, и прочитав, оставлял их в гостиной. Уходя из дома, включал музыку, чтобы квартиранту не было скучно. Я пытался украшать гостиную цветами, но они вяли в присутствии призрака. Обошелся картинами. Наладилась работа, во многом от того, что дома стало очень хорошо работаться. Не раз было, что я отрывался от компьютера за полночь, сделав за раз недельную норму. Стали случаться девушки. Ничего серьезного, но все же приятно. Марина с той ночи на стройке исчезла из моей жизни, и я об этом совсем не жалел. Прошел год, как у меня поселился призрак. Я возвращался домой, когда меня вдруг окликнули. Я обернулся и увидел Марину. Честно скажу, я не сразу ее узнал. Она перекрасила волосы в яркий блонд и стала вульгарно одеваться. Начала курить, пусть сейчас у нее не было сигареты, но я все равно поморщился от запаха табака. Она осунулась, на лице замерло испуганное выражение. Это была совсем не та Марина, при встрече с которой я боялся упасть на колени. Эту Марину хотелось пожалеть. «Привет!» – сказал я и улыбнулся как можно дружелюбнее. «Рад тебя видеть!» «Я тоже!» – Марина осторожно улыбнулась в ответ. Ее пальцы теребили воротник кофты, и я увидел обручальное кольцо. «Ты вышла замуж?» «Здорово!» «Я действительно был рад за нее!» «И кто этот счастливчик?» «Миша?» «Миша», – ответила она как-то сжавшись. «Давай не будем об этом. Ты-то как?» «Чудесно! Лучше, чем когда-либо!» «Я рада, что у тебя все хорошо!» – сказала Марина и посмотрела на меня необычно робко. «Костик, я тут подумала, раз уж мы встретились, ты не хочешь со мной прогуляться, как в старые времена!» «Я посмотрел на нее удивленно, во мне всколыхнулась уже забытая злость!» «Ты встречалась с Мишей, пока я оправлялся от смерти деда!» «Ты выставила меня на посмешище перед общими друзьями!» «Ты бросила меня ради нынешнего мужа!» «И теперь ты хочешь со мной прогуляться?» «А почему бы и нет?» «Я ведь могу снова встречаться с тобой за спиной Миши, поступив с ним так же, как он поступил со мной!» «Увести тебя из семьи и бросить!» «Чем не месть?» Я улыбнулся глупым мыслям и покачал головой. «Извини, Марин, у меня на сегодня другие планы!» Она опустила голову. «Да, я понимаю. Что ж, тогда пока...» «Пока, и мы разошлись!» Она пошла прочь, а я еще долго гулял по парку, шурша желтыми листьями и подставляя лицо лучам заходящего солнца. Я чувствовал, что от любого дуновения теплого ветра могу просто взлететь, как кленовый лист, и часами кувыркаться над крышами города. И я наконец-то чувствовал себя свободным. Когда солнце зашло и теплый ветер стал холодным и пронизывающим, я поднял воротник пальто и пошел домой. Брызги из-под колес проезжающих машин обдавали меня. Хотелось рассказать призраку про Марину, девушку, которая увидела его до меня, девушку, которую я наконец-то отпустил. Двор моего дома был мрачен, листья вновь шуршали при каждом шаге. Какой-то прохожий шел поперек двора, скрипя резиновыми сапогами. Мы пересеклись под единственным горящим фонарем, я с мечтательной улыбкой на губах, а он в надвинутом капюшоне, руки в карманах. Мне показалось, он поскользнулся на листьях и схватился за меня. Я даже попытался его поддержать, но потом что-то ужалило меня вбок сквозь тонкое пальто, и я почувствовал, что падаю. И пока я опрокидывался на спину, прохожий все бил и бил меня ножом в грудь, и я видел, что его куртка и руки все в крови. Я корчился в грязи и листьях, а прохожий стянул с головы капюшон. Это был Миша. По его щекам текли слезы, но глаза горели мрачно и зло. Она изменяла мне все время, хрипло сказал он. Все время изменяла. Но при чем здесь я? Хотел спросить и не мог. Мое пальто промокло, и я не знал, кровь его мочит или начинающийся дождь. Миша наклонился, глядя безумными глазами. Я всегда знал. Я знал, что ты не сдашься, даже если я женюсь на ней. Это не в твоем характере. Но сегодня я вас видел вместе. Где же ты назначил встречу? В вашем любимом кафе? Он запрокинул голову и разрыдался коротко и страшно. Потом прорычал. Жаль, я этого не узнаю ни от тебя, ни от нее. Вы уже оба трупы. И я почувствовал, как нож перерезает мне горло. Миша уже ушел, шатаясь. Но я все еще лежал, глядя в небо. Капли дождя падали мне на лицо, на раскрытые глаза. Замирали на волосках брови и выбившиеся из-под шапки челки. Потом мне надоело лежать. Я встал, сжимая в ладони откуда-то взявшуюся старую монетку. Дошел до дома. Капли дождя больше не падали на меня, отклоняясь в сторону. Поднялся на лифте. Лифт заполнился запахом палой листвы и стали. Подошел к квартире. Безнадежно похлопал по карману. Ключи остались валяться в листве во дворе. И постучал. Через несколько секунд дверь открылась. Там стоял мой квартирант и, наконец-то, я мог видеть его глазами. Да, действительно, белая рубашка и рваные джинсы. Короткие взъерошенные волосы. Именно так я тебя и представлял. Я широко улыбнулся. Ну, почти. Именно что почти, ответила она. Заходи. Я так долго тебя ждала. Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через Патреон или кто становится спонсором нашего канала на Ютубе. Это невероятно помогает нам в нашем творчестве. Хочу выразить огромную признательность всем, кто откликнулся и поддержал наш труд. Только благодаря вам мы можем дальше радовать вас нашим творчеством. Субтитры создавал DimaTorzok